Друзья, рекомендую вам покупать игры в магазине Game Store, где вы найдете большое количество всяких разных стратежек, а также других жанров с огромной скидкой. Ссылку на этот магазин оставляю в описании под видео. Друзья, всем большой привет, с вами Артур. Сегодня мы возвращаемся в модификацию Cold War, Холодная война, для игры в тылу врага 2 Штурм. И один из подписчиков меня спросил в комментариях, мол, Диу, куда делись твои тест-драйвы? Ему очень понравился тест-драйв про БТР-90. И вообще, мне кинули проверку, мне кинули челлендж узнать, какая ракета, какой ПТУР способен пробить Армату. Подписчик утверждает, что в модификации, в данной, ничто не способно пробить этот танк. И мы сегодня с вами попробуем это узнать. Я сразу хочу отметить, что данное видео не претендует ни на какой реализм, что не надо вылезать там кучей экспертов, которые мне начнут утверждать и рассказывать, как бы там было на самом деле. Мы с вами просто сидим в игре, фанимся, и я надеюсь на вашу адекватность. Хотя прекрасно понимаю, что ничего такого не будет, и в комментариях начнутся адские срачи по поводу Армата. Ну что ж, вообще я удивлен, что разработчики модификации Cold War здесь проделали реально огромную работу, поскольку тут действительно работает активная защита танка под названием Афганит, динамическая защита Малахит. И сейчас мы с вами убедимся во всем этом добре. Ну что, для начала, чисто ради фана, мы с вами попробуем запустить, запульнуться с ПГ-9. Ну а вдруг, а мало ли, ребятки, когда-то все-таки сербы смогли сбить самолет-невидимку американский, да, вдруг здесь СПГ-9 совершит какое-то чудо, но чудо не произошло. Активная защита просто разорвала, разорвала этот снаряд, он даже не долетел до Арматы, хотя порой, ребятки, скажу вам честно, СПГ-9 все-таки умудряется попасть по ней. Ну давайте мы с вами еще раз протестируем весь этот вопрос. Я набрал довольно большое количество всяких разных туров, к сожалению, в игре я не нашел Джавелин, было бы очень интересно не только мне, но и, думаю, и братушкам с Украины посмотреть на все это добро, способен ли Джавелин пробить Армату. Если бы я так назвал видос, то чувствую, ребятки, попал бы во все топы украинских новостей. Ну что, СПГ-9, понятное дело, ничего не способен просто... Постойте-ка, постойте-ка, точное попадание прямиком в дуло орудия вывело из строя пушку Арматы. Давайте мы с вами ее скопируем, потому что мало ли там подорвется. Если уж СПГ-9 пробивает у нас тут с вами пушку, то это очень интересно. Но напоминаю, что согласно условиям нашего эксперимента, Армата должна быть прям вообще уничтожена, то есть пробита наглухо, не остаться экипажа и должна быть она слита. Ну что, у нас тут с вами есть еще БМПшка первая с Малюткой. Мы с вами начинаем с таких прям, знаете, с древностей. Но у Бэхи, я знаю, тут есть одна такая интересная особенность, что почему-то Малютка, как только слетает с канала ствола, то она моментально взрывается. Давайте мы с вами попробуем это посмотреть. Да, так и есть. В принципе, попробуем мы с вами еще чуть-чуть пониже опустить и замечаем, как реагирует на пуск Кура Армата. То есть моментально есть у нас тут с вами реакция. Ну да, пуск Малютки, конечно, не увенчался успехом. Давайте мы с вами попробуем запульнуть с Метиса. Или для начала все-таки с конкурса, для того, чтобы все у нас было поэтапно. Итак, конкурс. Мы с вами целимся прямиком. Запускаем конкурс. Моментально идет реакция со стороны Арматы. Кстати, возможно, со второй тоже. Но нет, только одна реагирует. Очень умная система. И сейчас Птур направляется прямиком к броне. И слушайте, есть или все-таки в последний момент, как будто активная защита все-таки смогла справиться с этим, с этой ракетой. Но, 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 ребятки, вообще непонятно. Давайте мы с вами еще раз посмотрим. С помощью теперь уже Метиса мы с вами идем дальше. Выбираем посложнее задачку для Арматы. Отправляется новая у нас с вами ракета. Снова идет реакция со стороны активной защиты. И сейчас, да, реагирует активная защита. И ракета даже не успевает долететь. СБГ-9 малыш нами уже был проверен. Теперь настало дело с зарубежных ПТРК. Это Милан. Миланом попробуем запиндюрить в башню. Тут, в принципе, Птуры, как я понял, реагируют именно на двигло. Но, сейчас у нас с вами снова идет реакция со стороны активной защиты. Ракеты очень вообще красиво подлетают, как мы с вами видим. Действительно, чуть выше берет, а потом снижает свою траекторию. Но активная защита снова работает. И, как будто, знаете, кумулятивная струя там чуть дальше пролетела. Очень было непонятно. Далее у нас с вами идет Тоу. Герой Сирийской войны. Я думаю, многие, кто из вас смотрел всякие сирийские видосики, знают, как любит Тоу попадать в потрясающий фонарь. Но, ребятки, у нас уйдет на перезарядку. Мы еще обязательно его протестируем. Далее, Spike Air. Выпускаем из него ракету. Сейчас мы с вами посмотрим. Очень такая внушительная ракета. Меняет свою траекторию. Уходит почему-то влево, а потом снова вниз. Слушайте, очень-очень интересно. Конечно, летают у нас птуры. И, опять-таки, активная защита. Прям ее, ребята, не остановить. Все, все ракеты подряд уничтожаются. Никто не может. Но мы с вами немножечко усложним сейчас задачу. После того, как отстреляется у нас бережок. У бережка тоже есть птуры. И они, ребятки, действительно способны пробить армату. Давайте мы сейчас посмотрим. Выпускается птур. Летит ракета. Снова реакция. И есть. Слушайте, долетел птур. Вообще удивительно. Да, конечно, урон армате не был нанесен. Но попадание зафиксировано. Молодые люди, я вам могу сказать. И похоже, что даже был оглушен у нас с вами экипаж. Потому что сейчас танк оказался на некоторое время обездвижен. Действительно, ничего не может он сделать. Мы с вами возвращаем его обратно. Вот с бережком уже начинается, друзья мои, более интересная игра. Давайте мы с вами снова попробуем запустить. Второй птур отправляется. И сейчас ракета подлетает. И... Да, и снова. Я вот не понимаю. То ли в последний момент удается остановить. То ли все-таки было попадание. И уже работала активная защита. Но армата, друзья мои, до сих пор не уничтожена. Мы берем еще два птура со стороны бережка. Запускаем его. Сейчас уже в лобовой броне могут быть проблемы. Но уходит почему-то вот в последний момент. Этот птур улетает прям под поднище арматы. Возможно, стоит запустить его чутка повыше. И сейчас мы с вами снова увидим результат этих испытаний. Опять пытается прям вот под днище залететь. Но это играет вообще плохую шутку с бережком. Потому что попадания все-таки нет. Тем временем у нас с вами перезарядился пол. Ну, мы с вами снова можем его запустить. И давайте посмотрим. Влетает ракета. Снова бедная активная защита. Бедные чуваки, которые находятся внутри арматы. И они тут столько пережили, конечно же. И есть попадание. Долетает прямиком до башни. Именно американский тоу. Воу-воу-воу, ребятки. И башня оказывается сломана. Да, то есть башни теперь у нас уже не получится повернуть. Слушайте, а парень-то удивительные вещи сотворил, я вам могу сказать. Очень даже неожиданно. Давайте мы с вами пока у нас армата отъедет назад. Мы сейчас с вами дождемся перезарядки тоу. И проверим данный результат. То есть действительно ли все-таки тоу способен долететь, избежать этой активной защиты. И пробить башню арматы. Благо она, ребятки, необитаемая. Потому что в противном случае все было бы очень плохо. Почему-то там парни просто взяли у нас и вышли из расчета тоу. Видимо, испугались сами того, что с ними случилось. Мы с вами, конечно же, возвращаем этого паренька обратно. И сейчас снова возвращаемся к нашему эксперименту. Давайте его еще скопируем. Поскольку тоу сейчас самый интересный экземпляр у нас. Итак, запускаем тур. Реагирует армата на запуск рапеты. Вылетает она. И куда будет метить? Метит она, судя по всему, реально в башню или все-таки нет? Нет, ух ты, а теперь сработал комплекс активной защиты. Видимо, не всегда успевает среагировать данная система. Снова мы с вами отправляем ракету. Запускаем ее. Но сейчас наш эксперимент будет усложняться. Да, комплекс активной защиты здесь без проблем работает. Конечно же, можно проверить с помощью банальных РПГ. Но я думаю, что здесь результат вполне предсказуем. Комплекс активной защиты без проблем справится. Однако у нас есть РПГ-29 вампир. Одна из самых мощных систем на вооружении российской армии. Посмотрим, что скажет он на этот счет. Итак, запускаем мы с вами РПГ. Но здесь, конечно же, Афганит тоже справляется. Усложним задачу. Пусть у нас несколько бойцов сейчас попробуют отстрелять по армате. То есть все достают РПГ. Тут уже будет работать, я думаю, динамическая защита. Минус. Минус. Еще раз Афганит спасает. Но все-таки одна из ракет дошла до башни. Попадает в гуслю. И теперь уже целых пять ракет отправляется к этому танку. И он оказывается пробитым. Но это, естественно, ребятки, у нас немножко нечестные условия. Это действительно прям очень-очень-очень сурово для арматы. И она здесь никак не способна. Выбегают бедные сирийцы. Тихо-тихо-тихо, парень. Ты что творишь? Засранцы, а? Какие ушлые товарищи. Возвращаем мы с вами армату. Копируем еще одну. Я бы вообще, ребятки, хотел все-таки... Знаете, как сделать? Давайте мы с вами возьмем. Где у нас вейкл? Модерн. Танк модерн. И мы все-таки возьмем наш танк. Т-14 арматы. Господи. Парень, 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 парень. Что-то непонятно вообще, как он тут у нас с вами оказался. Давайте немножко посмотрим на свой даду. Засранец, а? Всех просто взял, перестрелял. Но нет, все-таки все оставшиеся у нас остались живыми. Хорошо. Ох ты ж, блядь. Армата, ребята, дает о себе знать. Но благо она промахнулась. Вот так вот, друзья мои. Вы понимаете, да, насколько здесь у нас все серьезно. Перемещаем танки, спасаем армату. И сейчас давайте мы с вами посмотрим. Продолжим наш замечательный эксперимент. Перед тем, как перейти к проверке бортовой брони, мы с вами испытаем двумя птурами. То есть одновременный пуск двух птуров у нас с вами происходит. Раз, а второй уже долетает, но пробития, друзья мои, нет. Давайте мы немножко подождем, посмотрим, сможет ли пережить второй пуск армата. Да, старички-то у нас уже оказались уничтоженными. Снова фиксируется распуск. Видимо, один быстрее перезарядился. Второй у нас чутка тупит. Давайте мы с вами пока что их оставим в покое. Сейчас будет ситуация поинтереснее. У нас будут работать два ТОУа. То есть одновременно, даже, наверное, можно одного чуть-чуть назад. Посмотрим, как они отработают по армате. Раз, два. Первая ракета уничтожена, а вторая все-таки долетает и настигает. То есть, когда запускается именно одновременно два птура, уже, конечно же, комплексу активной защиты работать немножко тяжелее. Мы сейчас с вами можем тоже дождаться перезагрузки и перезарядки птуров. ТОУ, и посмотрим снова на результат. Ну и так, из ПГ-9 жахнут для прикола. Но там все-таки удается остановить. Итак, ждем перезарядки. Осталось еще немножко. Вылетает два птура ТОУ. Нет, все-таки здесь теперь вообще прям настигает четко снова в башню. И башня оказывается пробитой. В принципе, можно еще раз попробовать нам с вами жахнуть. Двумя метисами и конкурсами. И уже комплекс вообще не работает. То есть, он не способен сейчас что-либо сделать. Также попробуем две малютки. Но малютки у нас, как обычно, немножко останавливаются. И дают о себе знать с плохой стороны. Снова летят уже три птура. Но в лобешник все-таки армату, ну, ребятки, не получается пробить так, чтобы прям вот разлетелось в пух и прах. То есть, она до сих пор может двигаться без проблем. То есть, здесь никаких проблем у нас не возникает. Но когда уже борт идет попадание, конечно же, без комплекса активной защиты, с неработающим комплексом, здесь, друзья мои, очень тяжело что-то предпринять. Но мы с вами для чистоты эксперимента сейчас попробуем немножко другую вещь. Мы сейчас с вами поставим армату бортом, но с включенным комплексом активной защиты. То есть, эту с ударами мы с вами убираем. Возвращаем. И сейчас попробуем развернуть танк. Давайте сейчас его мы с вами вот так вот. Притом, опа, у нас тут внезапно гусля оказалась сломанной. Очень даже это все добро интересно. То есть, пострадала у нас с вами армата здесь получается, да? Давайте мы с вами попробуем новую сюда загрузить. И, наверное, какого-нибудь человечка, англичанина, бедного минера. Чувак, я думаю, вообще не ожидал такого поворота событий. Наказавшись в данной местности. Хорошо, мы с вами убираем эту армату. Копируем и сделаем ее готовой. Вот сюда, наверное, оставим. Хорошо, наша армата сейчас с вами разворачивается бортом. И посмотрим, как отреагирует комплекс активной защиты на все это великолепие. Сможет ли армата отразить его? Давайте посмотрим. Чтобы тут уже запустить, наверное, то, как один из самых успешных. Посмотрим. Сейчас очень интересно посмотреть, как именно от борта будет действовать армата. И будет ли у нас... Опа! Да, все-таки успевает она среагировать. Действительно, спасается танк. Мы с вами еще раз запустим. Ну и, конечно же, потом будем проверять двойными птурами, насколько хорошо танк спасется от них. Итак, подлетает у нас новый ТУ. И видим. Прям вплотную. Да, здесь комплекс, конечно же, работает очень четко. Сейчас, я думаю, самое время проверить, кстати, СПГ-9. Даем выстрел. Но здесь тоже очень даже неплохо справляется. Давайте туром и метисом. Конкурсом и метисом. Странно. Почему-то у нас армата. Неужели она поменяла своего плеера? Очень даже странно. Очень непонятно. Судя по всему, действительно поменялся плеер немножко у танка. И давайте мы с вами этого бравого парня поменяем вот в такую стезю плеер 1. И пусть он у нас забегает обратно. Хорошо. Действительно, какая-то странная фигня у нас получается. Ага. И там, видимо, у нас тоже танк оказался плеером 1. Слушайте, так это вообще у нас получается. Небольшое нарушение правил произошло, друзья мои. Уж простите меня. Снова запускаем два Птура. Притом непонятно, почему работал комплекс активной защиты. Видимо, он от любых Птуров спасает. Малый там даже какой-то дурачок. Френдлифайр решит устроить. Сейчас мы с вами снова запускаем Ту-Тоу. И еще один вдовесочек. Ну а здесь тоже очень четко работает. А вот уже второй, ребятки, именно Тоу умудряется спасти. Ну что, сейчас у нас, скорее всего, будет сломан комплекс активной защиты. И поэтому... И поэтому, друзья мои, Птуры уже могут прям накрыть. Танк Бортецкий. Давайте понаблюдаем. Да, есть, есть, пробите. Все, армата разлетается, ребята. В общем, мы с вами выяснили, как нам необходимо действовать в модификации Cold War. Для начала, в первую очередь, необходимо ликвидировать... Ликвидировать именно комплекс активной защиты. То есть, как только он перестает работать, армата, по сути, ну, остается ни с чем. Очень тяжело что-то там предпринять, потому что у нас тут англичанин медленно бегает. И уже гораздо проще с ней разобраться. Мы с вами сейчас можем тоже взять скопировать, посмотреть для чистоты эксперимента. Даже, наверное, сделаем так. Посмотрим, если армата, допустим, стоит к нам задом прям. Как она на это отреагирует? Делается выстрел. Две ракеты. И тут что-то странное. Почему-то ракеты уходят вообще в никуда. Давайте мы с вами еще раз попробуем отстреляться с того, как самые успешные. Ау! Слушайте, а тут у нас внезапно комплекс активной защиты сработал. Но вот теперь уже был, конечно же, подвох. Не сработал почему-то он отсюда у нас с вами. Давайте попробуем выставить еще одну армату. И посмотрим для финалочки. Пять птуров работают у нас с вами в лобовую броню. Смогут ли они пробить броню армату? Очень четко работает. То есть, по сути, весь успех... Эти арматы заключаются у нас именно в комплексе активной защиты, который без проблем спасает танк. Но стоит его только выбить, и танк... Ну да, он, конечно, способен там пережить несколько попаданий, но все равно появляется возможность его подбить. Ну вот, друзья мои, мы с вами прекрасно понимаем, что здесь какие-то созданные нереальные условия для арматы, что туры находятся очень близко, что их несколько штук, что они работают прям одновременно, и даже при этом арматы иногда способны устоять. Но, понятное дело, что не всегда. Поэтому вам спасибо большое за просмотр. Если вы хотите еще ролики подобного плана, обязательно пишите в комментариях. С вами был Диодант. Всем удачи. Пока-пока.